В четверг вечером во Фрунзенском районном суде решался вопрос об избрании меры пресечения для Фирояна-младшего подследственного в деле об избиении инспектора ДПС. По просьбе правозащитника подозреваемого фото и видеосъемку в зале суда запретили до момента оглашения приговора. По версии следствия, Мамо Фироян приехал на место ДТП на проспекте строителей, где у него и произошел конфликт с инспектором ДПС Хороняко. Чем дело кончилось, теперь знает весь город. Несколько ударов было причинено сотруднику полиции, он упал и по предварительным данным он находится сейчас в областной клинической больнице и по предварительным данным очень серьезные повреждения, то есть ушиб головного мозга со смещением и тяжкой степени при том уши. По материалам следствия, Мамо Фироян скрылся с места происшествия и был задержан только 24 июля. Притом написал явку с повинной. Из характеристики участкового полицейского стало известно, что в 2006 году подследственный был замешан в похожем инциденте с причинением побоев. Правда, на тот момент Мамо Фирояну было всего 11 лет, так что, возможно, характеристика не совсем точна. Гособвинитель настаивал на аресте во время следствия, так как на свободе Фироян мог бы оказать давление на свидетелей и потерпевшего, либо скрыться за границей. Стало известно, что с сентября молодой человек должен начать обучение в экономическом университете в Дубае. Адвокат настаивал на домашнем аресте или подписке о невыезде. Суд поддержал позицию обвинения. Ближайшие два месяца, пока идет следствие, Фироян проведет в СИЗО. А тем временем его братья удалили свои аккаунты из соцсетей. Остался лишь Мамо, который ввиду своего заключения не имеет такой возможности. Состояние инспектора Евгения Хороняко остается тяжелым. За последние сутки в самочувствии пациента наметилась положительная динамика. Он находится в сознании, разговаривает, самостоятельно дышит и принимает пищу. Возможно, что в ближайшие дни его переведут из палаты реанимации. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.